Стефана Памаре и Красный Яр начинает сегодняшний матч. Стартный удар произвел Джон Дот. 50 номер Красного Яра. Сразу же завязывается борьба и яровцы завладели мячом. И открывает же счет Красный Яр на первой же минуте. Красный Яр на первой минуте открывает счет Джон Дот. Ему отпасовали мяч из произвольной схватки и австралийский, новозеландский легионер Красного Яра. Дроп-гол. Есть такое техническое действие в регби. Новозеландец забивает дроп-гол. 3-0. Хозяева выходят вперед. Игроки Красного Яра уже на первой минуте и продолжают владеть мячом. Может быть была такая тренерская установка с первых же минут подавить соперника, не дать ему вздохнуть. Обеспечить может быть комфортный разрыв счета. Из двух матчей состоит суперфинальная серия. Поэтому в первом нужно необходимо делать одной из команд очень серьезно задел в очках. Дабы быть спокойным во втором матче суперфинала, который пройдет ровно через неделю, в субботу, на поле Енисея СТМ. Ну вот коридор разыгрывает Красный Яр, выигрывает его. И молом-молом пытаются продавить оборону соперников. Но французский арбитр фиксирует нарушение правил. Схватку назначает Помаре. И вводить мяч в нее будет Енисея СТМ. Яровцы после своего коридора наручили правила. Алексей Щербайм вводит мяч в схватку. Выигрывает Енисея СТМ в схватку Антон Рудой. Но это фирменный его стиль. 77 номер Енисея СТМ поднимает мяч из схватки. Пытается отыграть расстояние ногами. Но вот Райан Бамбри сейчас выбивал мяч в аут, отыгрывая также расстояние после удара. Но не смог этого сделать. И вот уже Красный Яр. Попытка его атаки. Ничем не увенчалась она. Пока мало на руках мяч передвигается по полю. В основном удары ногой мы видим. Но самое начало, всего лишь третья минута заканчивается. И в аут вылетает мяч. Игроки Красного Яра будут вводить его в игру. Нет, арбитр усмотрел. Да. Игроки Красного Яра будут вводить мяч в игру. Максим Тимощук на позиции хукера сегодня выступает. Вводит мяч в коридор. И на этот раз Красный Яр свой коридор проигрывает. Есть шанс на хорошую атаку у Енисея СТМ. Бамбри уходит финтами от двоих соперников. Оставляет мяч Щербань. Щербань на Новоселова. Первый номер Енисея СТМ. Мощный такой игрок пытался протиснуться. Сквозь ряды яровцев остановили его продвижение. И судья назначает штрафной. Нарушили правила игроки Енисея СТМ. И первый штрафной в сегодняшнем матче назначает Стефан Помаре. Но очень далеко, конечно, от ворот Енисея СТМ. Это нарушение на половине поля Красного Яра. Поэтому Джон Дотт выбивает мяч в аут. И поскольку это действие было произведено после розыгрыша штрафного, коридором, коридор Яровский получается. Красный Яр будет вводить мяч в игру. Максим Тимощук бежит в это дело. Не получилось сейчас атака у Енисея СТМ. Хотя достаточно перспективным вырисовывался эпизод после выигрыша штрафного. Что на этот раз и вновь проигрывает Красный Яр свой коридор. Но, правда, не удержал мяч. Игрок, которого выбрасывали вверх, поднимали вверх, не удержал мяч, выронил его перед собой. Соответственно, игру рукой усмотрел арбитр. И, назначая схватку, Красный Яр будет вводить мяч в нее. Сделает это Тобиас Морланд. Еще один новозеландец в составе Красного Яра. Нарушение в схватке фиксирует арбитр. Штрафной быстро разыграли игроки Енисея СТМ. И что здесь? А здесь, если я не ошибаюсь, пас вперед. Пас вперед был на Антона Рудова. И вновь схватку назначает судья за игру вперед. Возвращая мяч Красному Яру. Практически заполнены трибуны стадиона Красный Яр в Красноярске. Причем болельщиками обеих команд. Но пока скандирование Красный Яр слышно гораздо явнее. Причем фанатов Енисея СТМ. Еще одно нарушение правил. Пока очень много свистков. Стартовое волнение, скорее всего. И погодные условия. Скользкий мяч. Енисей СТМ получил право на штрафной. Выбивали СТМовцы мяч в аут. И будут сейчас разыгрывать свой коридор. В середине поля. Два Яровских коридора игроки Енисея выиграли. Сейчас свою попытку. И проигрывают. Проигрывают. Завладевает мячом Красный Яр. Это Иван Прищепенко. Здорово действовал при розыгрыше коридора. Ногой выбивает мяч далеко вперед. Здесь Енисея СТМ им завладевает. Но у Улдиса Саулиты мяч из рук вываливается. И вновь игра вперед. И вновь схватку назначает судья. И вводить в нее мяч будет Красный Яр. 3-0. Восьмая минута идет первого суперфинального матча чемпионата России. И со счетом 3-0 после точного дроп-гола Джона Додда впереди Красный Яр. Что здесь увидел судья? Из схватки Красный Яр выводил мяч. Александр Первухин недоволен пока действиями своих подопечных. Главный тренер Енисея СТМ. Вывели мяч из схватки игроки Красного Яра. Владели им. И нарушили правила Енисеевцы. Еще одна схватка. Еще одна назначаемая схватка. Много этого элемента в самом начале матча мы видим. Но вот такая тяжелая жесткая мужская игра. Уже идет и, я думаю, будет продолжаться все оставшиеся минуты. Тем более такой требовательный арбитр, который ничего не прощает, все подмечает. И пока он одной из главных действующих лиц сегодняшнего матча. Если в первые несколько минут Красный Яр владел ощутимым преимуществом, сейчас игра выровнялась и даже немного Енисея СТМ прибирает инициативу к своим рукам. Вот в ходе схватки зарабатывает штрафной Енисей. И Райан Бамбри, лучший бьющий российского чемпионата, новозеландский легионер Енисея СТМ. Показывает судье, что будет бить он поворотом. А это очень опасно. И точка достаточно неплохая для Бамбри. Да и у него прицел в этом сезоне не сбивался практически. Если его визави Джон Дотт из Красного Яра отличные отрезки сочетал с откровенно провальными, то Бамбри такого себе не позволял. И он сравнивает счет после точного попадания со штрафного метров с 27-ми. 3-3 Енисея СТМ. Ну вот перехватил он немножечко инициативу, прибрал к своим рукам. И все это привело к тому, что счет в первом финальном матче сравнялся. 3-3 на 10-й минуте Райан Бамбри ответил на точный троп-гол своего соотечественника Джона Дотта. И вновь неправильно в борьбе за мяч повели себя игроки Красного Яра в попытке завладеть дыней нарушил правила Том Флеминг. Штрафной назначил судья. И очень здорово сейчас ввел мяч в игру Райан Бамбри. Выбил, вернее, его в аут. Коридор будет разыгрывать Енисей СТМ. Ну и значительное расстояние он отыграл этим ударом. Это один из лидеров Красного Яра Александр Гвоздовский. На ваших экранах скользкий мяч. Вытирает его рукавом Валерий Снобеладзе. И проигрывает коридор сейчас Енисей СТМ. Судья указывал на преимущество, но мячом завладел Красный Яр. Преимущество уже заиграно. Вперед ногой выбивает мяч один из игроков Красного Яра. Здесь уже попытка Енисея пробиться от Снобеладзе. Передача на Виктора Архипа. Того вяжут по рукам. И перехватывает мяч Тобиас Морданд. Бьет далеко вперед. Здесь Денис Семпликевич. Но смотрите, сразу двое Яровцев. Трое даже атакуют. Игроки Красного Яра. Но Енисей продолжает владеть мячом. Ну и здесь уже достаточно тяжело будет выйти Енисею, протащив мяч на руках. Поэтому ногой выбивается мяч. И в аут он не улетает. Глен Хортон его перехватывает. Отдает на Виктора Гресева. Проход Гресева останавливает. Но мячом владеет Красный Яр. Это уже Андрей Хворостиной забладел мячом. Здесь небольшая такая свалка образовалась, образно говоря. Дот вешает свечку. Сразу втроем бегут на этот мяч игроки Красного Яра. Но Игорь Курашов здесь мячом завладевает. И арбитр показывает, что нарушили правила атакующие игроки Красного Яра. И назначает французский арбитр схватку. Небольшая пауза. Нужно оказать помощь. Получившему небольшое повреждение игроку. Но такое случается в регби постоянно. И игра даже может продолжаться в этот момент, когда врачи оказывают кому-то помощь. В отличие от футбола, где игра останавливается, здесь игра останавливается только в случае тяжелой травмы. А это главный тренер Красного Яра Юрий Николаев. Один из лучших игроков России в 80-90-х годах. Играл он на позиции 10-го номера. Один из самых результативных был в тот период игроков. Один из лидеров сборной России в 90-х годах. Сейчас тренирует Красный Яр. Одно время посидел он и в кресле президента Союза Рыбистов России. Ну вот, вернулся на тренерскую стизю. Итак, возобновляется игра, схватка, а нарушали правила енисеевцы. И Красный Яр вводит мяч в игру. Завладел им Виктор Гресиев. Поднимается он из схватки. Вдвоем там его останавливают енисеевцы, но он сохраняет мяч. Морланд налево на Хворостянова. Все это на линии 22-метровой зоны происходит. И нарушают правила игроки енисея СТМ. Назначает французский судья штрафной. Джон Дотт показывает, что будет бить поворотом. Вариантов розыгрыша штрафных три. Либо выбивается мяч в аут, и тем самым крадется расстояние. А затем атакующая команда уповает на выигрыш собственного коридора и проведение атаки. Либо быстро разыгрывает мяч игроки и тащат его на руках. Либо можно пробить поворотом, что в этой ситуации и выбрал Джон Дотт. Посмотрел, что позиция для удара и достаточно удобная. И готовится, да. Ответит ли он на попадание Райана Бамбри. Сравняется ли по реализации штрафных. Красный Ярс и Несеем СТМ. Сейчас посмотрим. Дотт бьет. И мяч рядом в притирку со штангой попадает в ворота 6-3. Красный Яр выходит вперед, пока все шесть очков набрал вот этот игрок с десятым номером на спине. Играющий на позиции десятого номера Джон Дотт. Смотрим повтор. Мяч сначала показалось, что летит мимо, но затем закрутился и попал в ворота. Денис Семпликевич так взглядом проводил его. Ну, нужно вновь отыгрываться и Несеем СТМ. 6-3. Красный Яр выходит вперед. Райан Бамбри начинает с центра. И Красный Яр получает шанс на свою атаку. Далеко ногой. И посмотрите, какой... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Андрей Отраков. Как он спринтерски пробежал за этим мячом. Прыгнул за ним и нарушил правила Виталия Орлов. Арбитр достал карточки. Да, в полете нельзя производить захваты. Пытался произвести захват сейчас. Захват в воздухе Виталия Орлов нарушил правила. Жестко нарушил правила. И удаляется он на 10 минут. Желтая карточка Виталию Орлову. А это удаление на 10 минут. В меньшинстве остается и Несей СТМ. И вот со штрафного в аут выбивает мяч Джон Дотт. Коридор на линии 22-метровой зоны. Красный Яр будет разыгрывать. Ну и, конечно, удар такой получил и Виталий Орлов. От Андрея Отракова. Приведет немного в чувство. И проигрывает Красный Яр свой коридор. Виктор Архип выигрывает мяч метров 5, наверное, с ним пробежал. Здесь удар на кой вперед не успевают и Несеевцы. И взаимное атлетное такое же действие. На этот раз уже Яровцы не успевают к мячу. Щербан Бамбри. Бамбри вновь ногой. Но пока подчищают, подчищают игроки задней линии Красного Яра все какие-то грехи. Все ловят. Опа! Какой перехват сейчас. И будет первый занос в этом матче. Игорь Галиновский. Но он-то мастер вот этих вот проходов. Он играет на уровне сборной России в регби 7. Где меньше силовой борьбы нет. Не дали ему добежать. Но острота у зачетного поля Енисея СТМ не пропадает. Гвоздовский еще налево. Нет, там уже вяжут, вяжут Олега Препелицы. Игроки Енисея. Но как ошибся Игорь Курашов сейчас. Пытался он перебросить Игоря Галиновского и попал под перехват. Немножко не смог Игорь Галиновский дотянуть до зачетной зоны. Яр продолжает свою атаку. Ходит мяч сейчас вдоль поля. Зрители завелись. Поперед поля. Большое упрощение. Зрители завелись. Да. Потерял мяч Красный Яр. Вот уже попытка Енисея СТМ. Симпликевич все-таки убегает с мячом за боковую линию. А вот и коридор Красного Яра. Да. Какие проблемы 15-й номер Енисея СТМ Игорь Курашов в своей команде создал. Вот этим опрометчивым действием. Игорь Галиновскому немного скорости не хватило. Тяжело, тяжеловатое поле. Несмотря на то, что один из лучших газонов в России на стадионе Красный Яр. Тем не менее, конечно, вот такие погодные условия. Несмотря на все усилия работников стадиона, конечно, непрекращающийся снег свое дело делает. Скользковато. Скользковатый газон. Вот сейчас мы посмотрим этот момент. Игорь Курашов. Вот он попытался перебросить. Через двоих даже игроков Красного Яра. Галиновский подхватил мяч. Ну, немножечко, немножечко он не дотянул до зачетного поля. 6-3 по-прежнему. 21-я минута. Половину первого тайма отыграли. Недоволен. Явно недоволен Александр Пербухин действиями своих подопечных. В короткую разыграл сейчас коридор Красный Яр. Завладели мячом. На эту свечку не успел. Не успел, казалось бы, Андрей Отроков. Но вытолкнул Алексея Щербаня. Он с мячом в аут. Правилами это дозволяется. Утешает Алексея Щербаня Сергея Новоселов. Коридор будет разыгрывать Красный Яр. Ну и напомню, в большинстве играет Красный Яр. На 10 минут удален Виталий Орлов. И вновь проигрывает Яр свой коридор. Да, пока вот в этом компоненте НСССР имеет преимущество. Нет возможности было провести атаку. Но Яр сейчас еще прорву колену флангу. Пытались какую-то остроту создать. Не получилось. Мяч вновь возвращается. НСССР завладел мячом. Дмитрий Архип. Которого разбит нос. Мы видели ватки. Его в носу. Разбили его в нос. Но жесткая, конечно, игра регби. Жесткие столкновения. Много-много таких эпизодов можно увидеть во время регбийных матчей. Подзывает Игоря Курашова сейчас Александр Первухин. Что-то ему говорит. Вносит какие-то коррективы. Может быть успокаивает. Все-таки психологически может. Могут такие моменты надломить. Рыгбистов такие ошибки. Но ребята-то стойкие в любом случае. Это Иван Прищепенко. Один из лидеров Красного Яра. Который в Красном Яре всего несколько сезонов. А до этого защищал цвета и НСССР. Где, в принципе, и вырос в игрока сборной России. Райан Бамбри будет пробивать штрафной. Нарушили правила на Викторе Архипе. Игроки Красного Яра. И чуть вправе. Чуть вправе бьет Райан Бамбри. Ну вот. Одну попытку он использовал. Вторую. Ну, конечно, гораздо более сложную не использовал. Райан Бамбри, он на ваших экранах. Лучший бьющий российского чемпионата. Задумчив, задумчив Александр Пермухин. Будут, конечно, наверняка внесены какие-то коррективы в действия своих игроков в перерыве. Ну, а мы наблюдаем незначительное, но превосходство Красного Яра. Пожалуй, только в коридорах и схватках СТМ имеет преимущество. Во всем остальном, и в динамике, и в других каких-то арбийных компонентах, да и в счете имеет преимущество Красного Яра. Ну вот, Енисей СТМ есть шанс сейчас провести хорошую атаку. Попадает, правда, под захват. Один из рябистов здесь ошибается. Бамбри тяжело ему было отдать передачу, но, что все хорошо, что хорошо, заканчивается. В общем и целом, да. В общем и целом, да. Сембликевич, хотя и не успевал завладеть этим мячом, вынудил соперника в аут его вместе с мячом по скользкому газону уехать. А, соответственно, достаточно опасный коридор. Метров семь до зачетки Красного Яра остается. Чуть побольше. Метров десять до зачетки Красного Яра. И в случае, если Енисей СТМ сейчас выиграет свой коридор, может возникнуть очень опасная ситуация. И выигрывает Енисей СТМ. Посмотрим, что они придумают. Направо переводится мяч. Мяч и здесь по центру Денис Семпликевич пытается прорваться. Не удалось, но мячом ему по прежнему владеет СТМ. Саулите. Яровцы выстроили такую мощную линию оборонительную. Новосел за счет своей мощи пару метров крадет. Это уже Виктор Архип. И штрафной зарабатывает Енисей СТМ. Французский арбитр четко фиксирует все нарушения. И какое решение примет Енисей? Бамбри будет бить поворотом. Бамбри будет бить поворотом. Есть возможность немножко мяч назад при пробитии штрафного. Мяч назад отодвинуть. Делая позицию более выгодной. Номираем Бамбри. Достаточно простой для него штрафной. Реализует он эту игровую ситуацию. Енисей СТМ сравнивает счет 6-6. Вот мы смотрим. Александр Перлухин по ходу матча вносит какие-то коррективы в действия своих игроков. 6-6. Нет, это, конечно же, не Райан Бамбри. Это Игорь Курашов. В целом равная игра. В целом равная игра. Достойная суперфинала. Пока мы не видим самого красивого элемента рейки. Заносов или попыток. Пока только два штрафника, реализованные Юсейом СТМ. И штрафной и троп-гол. В исполнении Красного Яра. По одному игроку набирают очки в каждой из команд. Это новозеландцы. Джон Дотт из Яра и Райан Бамбри. Вот он с мячом. Сейчас штрафной назначил арбитр очередной и выбивает мяч ваут Бамбри. Коридор прямо в центре поля. Несей в полном составе. Вышел на поле Виталий Орлов. Отбывший 10-минутное удаление. За серьезное нарушение на Андрея Отрокове. Вот он, Виталий Орлов. С новыми силами появляется на поле. За это время счет изменился и стал ничем. Хотя была шикарная возможность у Красного Яра и конкретно у Доминовского воспользоваться ошибкой в Миссии СТМ не получилась. А вот сейчас неправильно на земле играют. В произвольной схватке играет. По регбийной терминологии такая ситуация называется рак. Неправильно играют игроки Енисея. Арбитр отдает мяч Красному Яру. И Джон Дотт будет выбивать его ваут, отыгрывая расстояние. Что, в общем-то, получается, мягко говоря, не шибко. Лишь метров 20 отыграл этим ударом Джон Дотт. И коридор в центре поля. Теперь уже Красный Яр будет вводить мяч в игру. Протер его Максим Тимощук. Что-то ему Вячеслав Титико подсказал какую-то комбинацию, видимо. Да, выигрывает Красный Яр свой коридор. Свечу вешает Дотт вперед. Поборолся сейчас за мяч один из игроков Красного Яра. И выигрывают его у оппонентов. И есть возможность на атаку у игроков в зеленых рыбийках. Алексей Маковецкий. А это уже Бенхорта. Налево. Том Флеминг еще дальше. Гвоздовский вешает свечу и устремляется к мячу Тобиас Морланд. Нет, здесь маркуют. Здесь маркуют СТМовцы. Это когда летящий мяч в районе, в пределах 22-метровой зоны ловит один из обороняющихся игроков. Он может крикнуть марк. Игра останавливается и свободный удар. И вот сейчас свободный со свободного. Но здорово, здорово. Вот этот удар нанес Райан Бамбри. Произвел Райан Бамбри. Очень много он отыграл. Несмотря на то, что коридор будет... СТМовский показывает судья. Значит, был штрафной назначен. Значит, было какое-то нарушение со стороны игроков Красного Яра. Не усмотрел я, какое. И Бамбри бил штрафной. Ну, а вот на ваших экранах губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. Глава города Эдхам Акбулатов. Они сегодня на регби. Решили этот субботний день провести. И вот в таких условиях. Выиграл коридор Красный Яр. Перевели мяч на правый фланг. Дальний удар ногой. Здесь четко действует Симпликевич. Вешает свечку и сам же бежит бороться за этот мяч. И уже почти накрыл Хортона. Что здесь? Нет, арбитр свистит. Останавливает игру. Показывает, что была игра вперед. И объясняет он Ивана Прищепенко, в чем были его игроки неправы. Хортон завладел мячом. Его накрыл Денис Симпликевич и выронил мяч Хортон. Прищепенко, скорее всего, показалось капитану Красного Яра, что с нарушением правил был проведен этот захват Симпликевичем. Но судья объяснил, что это не так. Схватку быстро разыграли Енисеевцы. Щербань вперед ногой. И что? Нет, нет, нет. Не будет здесь попытки. Не будет здесь попытки. Было нарушение правил. Со стороны Енисея СТН вне игры. Да, показывает судья, что забежал вперед мяча. 31 номер Дмитрий Герасимов. В момент передачи он находился ближе к мячу. Положение вне игры. И вот судья отдают мяч Красному Яру. Джон Дот выбивает его в аут. Коридор сейчас Красный Яр. В коридор будет вводить мяч. Ну что, Енисея СТН очень мощно прошел весь регулярный чемпионат. Дважды обыграв и своего конкурента последних лет в ВА Подмосковье. И в Монино впервые за 9 лет. И в Красноярске. Дважды обыграв и Красный Яр. Ну а Яровцы обеспечили себе второе место за счет победы в Монино. Где они также впервые за 9 лет обыграли в ВА. Не столь грозную в последние годы победит этот соперник. Последние два года. И вот отличную атаку мог провести Красный Яр. Продолжают они владеть мячом. Здорово. Сейчас Андрей Отраков получил передачу. Пробежал метров 20. С мячом попал под захват Виктор Гресев. Кстати, перешедший из ВА. Ну не совсем из ВА. Он долгое время там играл. Затем поиграл немного за границей. А в российский чемпионат вернулся уже в Красный Яр. Ну а здесь Алексей Щербин. Да. Была у него сейчас возможность этим мячом завладеть. И попытаться убежать в зачетку. Но не воспользовался он этой возможностью. Мяч выскользнул его из рук. Фиксируется игра вперед. И назначается схватка в пользу Красного Яра. Ну и вот в лидеры чемпионата России в последние два года вышли и выбились два красноярских клуба. Красный Яр и НССМ. НССМ. Не забывают о своем резерве. Проводя эксперимент. Краевой федерации регби Министерства образования Красноярского края. В программу школьного образования в виде третьего урока физкультуры вводится регби в Красноярском крае. Ну что здесь? Нет. Александру Гвоздовскому не удалось. Не удалось завладеть мячом. Так вот в эксперименте в этом уже участвуют 38 школ из 16 территорий края. Популяризируют регби в Красноярске и НССМ. Не забывают о своем резерве. Что отрадно. Регулярно в Красноярске проводятся и детские, и юношеские турниры. Интерес в крае к этому роду спорта, который стал олимпийским. Правда нет разновидностей. Не регби 15, а его младший брат регби 7. Но тем не менее. Интерес в крае достаточно велик. Разговоры, которые велись о слиянии двух регбийных клубов, уже умолкли. Если все-таки такое произойдет, во что очень не хочется верить. Слияние двух клубов Красного Яра и НССМ. Российское регби, да и красноярский спорт в частности очень многое потеряют. Сибирское дерби это одно из украшений. Нашего чемпионата. Иван Прищепенко на ваших экранах. Мяч уходит в аут. Коридор будет разыгрывать Енисей СТМ. Валерий Снабеладзе готовится это сделать. Выигрывает коридор Енисей Орлов. Ну здорово он проходит. Не могут его удержать сейчас яровцы. И что здесь? А здесь игра на земле фиксирует арбитр. Игрок падая на землю, обязан моментально освободиться от мяча. Схватку назначает французский рефери. И отдает мяч Красному Яру. 6-6. Равенство в счете, равенство на поле. Щербан. На левый фланг на Бамбри. Бамбри финтами от двух игроков Красного Яра ушел. От третьего не смог. Но тем не менее Енисей СТМ ничего владеет. Щербан направо. Там Архип. Тот, который внутри. Судья вновь останавливает мяч. Игру вперед показывает. Но вот, честно говоря, в нашем чемпионате такие нарушения редко, когда свистят с арбитрами. Здесь же все подмечает. Все подмечает француз. Едва уловимая игра вперед в исполнении Енисей СТМ. Не ушла от бедительного взора арбитра. И мяч уже отдается Красному Яру. Выигрывает схватку Красный Яр. По левому флангу попытка провести атаку теряет Енисей СТМ мяч. Еще и штрафной зарабатывает. Еще и штрафной зарабатывает. Что здесь? Будет ли бить поворотом в Бамбри? Или будет мяч в аут туда, поближе к зачетному полю? Совещается он с партнерами. Подставку принесли Райану Бамбри. Соответственно, будет удар поворотом. Вот зеленая, вы видите, такая подставочка, на которую укладывается мяч. Удобно для бьющего игрока. Есть там возможность положить в разных положениях мяч. Разместить на этой подставочке. И удар поворотом. В исполнении Райана Бамбри. Дважды он забил, один раз смазал. И вот четвертая попытка. Мяч летит. И попадает Райан Бамбри впервые в этом матче. Чемпионы действующие Енисей СТМ. Выходит вперед под занавес первого тайма. Последняя минута первого тайма сейчас идет. 9-6. Енисей СТМ за счет трех штрафных. Вот этого новозеландца Райана Бамбри. Лучшего бьющего российского чемпионата. Выходит Енисей СТМ вперед. Разыгрывает мяч. Красный Яр. С центра поля. Джон Дот. Мяч должен пролететь дальше вот этой пунктирной линии. Дальше вот этих 10 метров после стартового удара. Сразу завязывается борьба. Из которой, скажем так, формальным победителем выходит Красный Яр. Потому что назначается схватка и назначается она в пользу Красного Яра. Ну и скажу еще, что игра не остановится до тех пор, пока мяч не выйдет. Арбитр не выйдет из игры. Арбитр может немного добавить времени в зависимости от того, были ли какие-то остановки. Ну а затем, даже если истечет это добавленное время, игра не остановится, пока будут происходить какие-то действия. Как только мяч либо выйдет в аут, либо будет назначен штрафной, либо будет какая-то остановка игры, только тогда заканчивается матч. И на моей памяти в 97-м году Енисей СТМ и играл против рыбиного клуба «Пенза». Сейчас она называется «Империя». 11 минут переиграли команды. 11 минут. Не выходил мяч из игры. Но, вероятно, судья добавил время, потому что остановка вот сейчас в игре, но не заканчивается первый тайм. Выигрывает коридор Енисей СТМ. Алексей Щербань мяч укоротить не смог. Да, не слушается сейчас мяч 21-го номера Енисея СТМ. И выбивает он его в аут, но не дает свисток на перерыв арбита. Фиксирует игру вперед, еще до того, как мяч был выбит в аут. И схватка, и есть возможность провести атаку у Красного Яра на последние секунды. Завладел мячом Яр после схватки. Дор бьет ногой вперед. Алексей Щербань. И Енисея приходит к мячу. Курошов далеко вперед. Здесь Хортон. И по флангу, по флангу попытка вывести Андрея Отракова к зачетке. Заканчивается тем, что его вместе с мячом выталкивают в аут. И тут же звучит свисток на перерыв. После первого тайма, после первых 40 минут игры, 9-6 выигрывает Енисея СТМ в первом финальном матче чемпионата России по регби. Десятиминутный перерыв нас ожидает. Ну и коротко подводя итоги первого тайма. Три штрафных принесли успех Енисею СТМ. Три штрафных, реализованных Райаном Бамбри. Красный Яр на это ответил одним штрафным в исполнении Джона Додда и одним дроп-голом. Уже на первой минуте, которую Джон Додд забил, вывел Красный Яр вперед. Затем Яровцы еще лидировали в матче 6-3. Но Енисея СТМ два результативных действия сделал. И у нас готово интервью с одним из участников сегодняшнего матча. Рядом со мной находится игрок регбийного клуба Красный Яр. И перед тем, как отпустить вас на перерыв, хотелось бы пару слов о том, как проходит игра. В течение всего первого тайма вы лидировали, а третий штрафной Енисея СТМ. А вот они все-таки опередили вас к конец тайма. Как настрой вообще? Да, настрой сами видите, по игре какой. Что игра идет на равных, просто вот нелепые ошибки. С этого получили штрафной. А сильно ли мешает такая погода, снег? Да, уже ничего не мешает. Поле только замерзшая, а так нормально. Уже нормально. Ну, хорошо, спасибо вам огромное. Желаем вам удачи. Начинается первый финальный матч чемпионата России. Здесь в первую очередь выходит на первый план мастерство бьющих игроков. Штрафные в любом случае будут. Но вот мастерство бьющих выходит на первый план. Скажу, что у Енисея СТМ было четыре возможности забить со штрафных. Трижды Райан Бамбри попал в створ и одну попытку смазал. А вот Джон Дот и Красный Яр, в частности, лишь одну возможность имели для взятия ворот после удара со штрафного. Поэтому будет стопроцентная реализация. Стопроцентная реализация. Стопроцентная реализация. Мы приветствуем подключившихся к нам зрителей телеканала «Спорт». Выходят команды на второй тайм. Появляются на поле Енисея СТМ. Задерживается пока Красный Яр 9-6. Вот команда в синих рыбийках пока ведет в счете. Это чемпионы России, действующие команды Енисея СТМ. На ваших экранах Райан Бамбри, автор трех забитых штрафных. В первом тайме все очки своей команды он пока набрал. Очень сложно провести попытки, заносы. Тяжелое поле, тяжелые погодные условия. Непрекращающийся снег, скользкий мяч, скользкое поле. Но жаловаться на эти факторы, конечно, игроки обеих команд не будут. Красный Яр потихоньку выходит из раздевалки. Вот на ваших экранах претендент на титул. Хозяева сегодняшнего матча. Рыбийная команда Красный Яр. Это Иван Прищепенко на ваших экранах. Ну а шесть очков команде в первом тайме принес Джон Дотт. Десятый номер. Он забил дроп-гол на первой же минуте. Ну а затем вывел команду вперед в середине первого тайма. Точно забив штрафной. Тем не менее преимущество до перерыва Красный Яр удержать не смог. 9-6. Енисей СТМ выигрывает. Ну и вкратце скажу, что финал будет состоять из двух матчей. Первый прошел сегодня. 27-го ровно через неделю игра на поле Енисей СТМ ответная. Ну и по соотношению очков будет определяться победитель. Не обязательно выигрывать два матча. Можно один выиграть, один проиграть. Но выигрышный матч выиграть с большим перевесом в счете. Ну что ж, Райан Бамбри своим ударом начал второй тайм. И сразу же арбитр усмотрел нарушение правил в действиях Енисей СТМ. Отдает мяч Красному Яру. Назначает штрафной. Далеко до ворота. Потому Джон Дотт будет выбивать мяч в Валд. Что он и делает. Отыгрывая тем самым метров, наверное, 25 игрового расстояния. И вот на ваших экранах Джон Дотт. Да, зябка. Зябка новозеландцам в наших широтах. Тем не менее, играют и на лидирующих позициях находятся. Произвольная схватка. Сейчас Красный Яр пытался продавить оборонительные порядки Енисей СТМ. Разворачивают атаку, переводя мяч в центр. Арбитр, а здесь не освободился от мяча, упав на землю Джон Дотт. И арбитр свистит нарушение правил. Отдавая мяч сопернику. Райан Бамбри выбивает мяч в Аут. Ну, все традиционно. Если нет возможности пробить по воротам, игроки выбивают мяч в Аут. Достаточно сложно вести игру, так сказать, по-руббиному на руках. Опять же, скользкий мяч, тяжелое поле, поэтому вот... Игра воздухом. Все чаще мы ее видим. Удары ногами. Ударба за мяч. За отскок. Активизировались трибуны. В коридор будет вводить мяч Валерец Набеладзе. Хукер Менесея СТМ. Его родной брат в составе Красного Яра играет, но он на замене. И вновь судья теперь уже осмотрел нарушение со стороны СТМ. СТМ-овцев. И отдает мяч игрокам Красного Яра. Да, много ошибок. О чем говорил в перерыве Иван Прищепенко, игрок Красного Яра. Много ошибок, которые приводят к этим штрафным. Ну и вот, три из них были, так сказать, пробивными. Четыре из них были пробивными. И три реализовал Райан Бамбри. Чем обеспечивает пока преимущество своей команде над Красным Яром. Выигрывает коридор Красный Яр, но быстрой атаки здесь вряд ли получится. Вячеслав Китико контролирует мяч. Перевод в линию трехчетвертных. Морланд еще дальше. Дот. На Маковецкого. Маковецкого прихватывают здесь. Тем не менее, с мячом он не расстается. И здесь уже вне игры. Вне игры оказывается игрок и не СТМ за линией мяча. Соответственно, это штрафной. Оказывается, что будет бить поворотом новозеландец. Достаточно далеко до ворот. Порядка 45 метров. Правда, почти по центру. Что облегчает задачу. Но мяч скользкий. Пусть и скользкие. Очень многое зависит от мастерства бьющих в этом сезоне. Джон Дот мог выиграть феерическую игру. А мог, в общем-то, сочетать ее с достаточно неудачными отрезками. Более ровно Райан Бамбри провел сезон. Бьющий Крадо Енисея СТМ. Ну вот что. Ключевые моменты. У кого крепче нервы. И летит мяч. Опускается он в зачетке Енисея СТМ. Но арбитры не поднимают. Боковые арбитры флажки. А значит, нырнул он перед перекладиной вниз. Не долетел. До ворот. Да, не долетел он до ворот. Каких-то полметра. Скажем так. Если бы чуть-чуть посильнее пробил Джон Дот. Аккурат по центру ворот мяч был. Проследовал. Но так счет не изменился. Вот дроп-гол. В исполнении новозеландца. Бьет новозеландец. Нет. Показывает арбитр, что не попал в створ ворот Джон Дот. Да, два подряд таких хороших удара получилось у новозеландца. Чуть-чуть ему не повезло. И после пробития Шкафнова. И после пробития дроп-гола. Александр Первухин. Волнуется, конечно. Ничего не ясно. Ни в этом матче нет фаворитов в суперфинале. Тут на бумаге НССТ считается таковым. Но это суперфинал. Это плей-офф. Мотивация. И вной раз бешеный настрой может побить мастерство. Борьба за мяч придет сейчас на земле. Контролирует правый бой НССТ. Вперед удар наносился ногой. Припилиться мяч. Мячом завладел. Быстро перевели на правый фланг игроки Красного Яра. Виктор Гресиев. Пробежал по самой-самой ленточке. Отдавал передачу в поле, но не понял этого замысла партнер. Коридор перехватили НСС мяч, но в аут вытолкнули игрока в синей рюкбейке. Коридор назначает судья. И вводить мяч будет Красный Яр. Нет, схватку. Схватку назначает арбитр. Схватку назначает арбитр. Было нарушено правило НСС. А потому схватка мячом владеет Красный Яр. Вот такие любопытные могут для непосвященных в регби телезрителей моменты возникать. При построении порядков схватки. А здесь вне игры со стороны Красного Яра. И быстро пытались разыграть штрафной Енисеевцы. Переносит мяч на 10 метров арбитр. При назначении штрафного игроки, нарушившие правила, должны быстро-быстро на 10 метров отойти. Но здесь этого не произошло. Хотя Денис Семпликевич, в принципе, здесь можно было усмотреть и неправильную игру со стороны Дениса Семпликевича. Он пытался быстро начать, быстро разыграть штрафной и выронил мяч из рук. Но как-то арбитр предпочел усмотреть нарушение правил, так называемую задержку игры со стороны Красного Яра. Перенести мяч на 10 метров. И выбили при розыгрыше штрафного мяч в аут. Енисеевцы коридор. Можете набиваться. А вот уже атака Енисея СТМ. Нарушают правила действующие чемпионы на земле. И отдает мяч арбитр Красному Яру. Ну а у Красного Яра была произведена замена. Григориц Набеладзе вышел на поле вместо Вячеслава Титики. И под 18 номером играет Григорий Снабеладзе. Это родной брат Валерия Снабеладзе второго номера Енисея СТМ. Вот брат пошел на брата. Здорово сейчас после розыгрыша штрафного отыграл расстояние ударом ногой Джон Дот. Порядка 30 метров. Коридор Максим Кемощук вводит мяч в коридор. Посмотрите, за порой короткий розыгрыш. Невозможность на руках протащить мяч. Налево, затем направо разворачивают атаку. На Отрокова. Отроков бежит, пропинывает мяч себе ногой на ход. Курашов им завладевает, но его накрывает Морланд. Затем накрывает Хортон. Завязывается борьба в 22-метровой зоне. И штрафной назначает арбитр. Разыгрывает быстро мяч Морланд. Устремляется к зачетке. Что здесь? Что здесь арбитр усмотрел? А здесь арбитр усмотрел. Еще одно нарушение со стороны... Нарушение правил со стороны Енисея. Но очень опасный момент сейчас. Была возможность, конечно, остановить игру Красному Яру. и дать возможность Додду сравнять счет со штрафного. Но Тобиас Морланд здорово быстро разыграл. Еще продвинулся и заставил нарушить на себе правила. А вот сейчас уже с 10 метров Джон Додд будет исполнять удар-поворот. Юрий Баранов на правах капитана что-то пытался спросить у арбитра. Ну что, сравнивается счет 9-9. 9-9 на 52-й минуте. Красный Яр сравнивает счет. Джон Додд реализует штрафной, который для него создал Тобиас Морланд, его соотечественник. Ну что ж, 9-9. Полное равенство в счете, да и, скажу так, полное равенство на поле. Вот эту отличную атаку провел сейчас Красный Яр. Не удалось сделать попытку, но на штрафной наиграли. Морландцы. И сравняли счет. 9-9. Додд вперед ногу, свечку вешает и вау. Дуетает мяч. Сейчас игроки Енисея СТМ показывают, что мяч земли не коснулся, а, соответственно, напротив места удара должен разыгрываться коридор. Но судья не преклонен. Игроки Енисея сигнализировали, что мяч опустился в аут. Судья показывал, что мяч опустился не в аут. Он ударился о землю в поле, а затем отскочил за боковую. Нет, все-таки в этом моменте, наверное, справедливость восторжествовала, потому переносят место коридора напротив места удара. А это шанс для Енисея СТМ. Но здесь немного не рассчитал Додд этот удар. И, скажем так, привез опасный момент своей команде. Но для этого Енисею нужно выиграть коридор сейчас. Хотя в этом компоненте у них преимущество есть. С Нобеладзе, да, выигрывает коридор Енисея СТМ. Развивает тут в силовой манере свою атаку. Ну, Щербань передает на Виктора Архипа. И вот уже рядышком, рядышком от зачетки владеет мячом Енисей. Что показывает арбитр? Арбитр показывает, что нарушает правила атакующая команда. И отдает мяч красному яру, снимая таким образом напряжение у зачетки вице-чемпионов действующих. Пообщались с арбитром, пообщался с арбитром Джон Додд. Получил какие-то положительные эмоции. Улыбается, выбивает мяч в аут. Отыгровая порядка 35, наверное, метров. Это на ваших экранах Юрий Николаев, главный тренер красного яра. Денис Семпликевич. Максим Тимощук вводит мяч в игру. На этот раз Красный Яр выигрывает свой коридор. Но проигрывает мяч. Тут же проигрывает Красный Яр мяч. Здесь борьба за него. Максим Тимощук ее выигрывает, получает захват. Тем не менее, контроль над мячом у Красного Яра. Нет, у Енисея уже контроль над мячом. Как быстро, динамично развивается этот эпизод. Вот взаимные такие потери мяча. Енисея Семпликевич. Пытка начать атаку. Щербайн направо на Орлова. Орлов мощно продирается. Сквозь чистокол игроков Красного Яра. Такая изящная свеча, которую вешает Райан Бамбри. Поворолся там за мяч его партнер. Но перехватили защищающиеся Яровцы. Начинают свою атаку. Удар вперед ногой. Двое бегут прессинговать Алексея Щербаня. Щербань вновь играет ногой. И борется за мяч. Атакует Джона Додда. И что здесь? Чуть раньше было нарушение правил. Вне игры зафиксировал Орбир. У Енисея СТМ. И отдает мяч Красному Яру. Интересно, довелось, доводилось ли когда-нибудь обслуживать матчи в такую погоду? Стефано Помаре. 26 матчей в топ-14. Это высшая лига чемпионата Франции. Один из сильнейших европейских чемпионатов. Он обслуживал в качестве главного судьи. Очень опытный арбитр. Ну и здесь небольшое совещание у игроков Красного Яра. И еще одна замена готовится. В составе Красного Яра. Со штрафного ваут бьет Джон Додд. Коридор в метрах в 30-ки от зачетки. Чемпионов страны будут вице-чемпионы разыгрывать. Скажу немного об истории. По данным портала Регби Онлайн, 98 раз эти команды сходились в чемпионатах страны друг с другом. 83 раза в чемпионате страны, дважды в чемпионате СССР и 13 в Кубке России. И перевес у Ениси СТМ. Достаточно приличный. 53 победы против 43 у Красного Яра. Два матча завершились и ничьи. Больше 20 лет существует это дерби. Если по началу у Красного Яра было огромное преимущество, затем ситуация выровнялась. В последние годы Ениси СТМ практически не оставлял шансов Красному Яру, как в прошлогоднем финале. Сейчас равная игра. 9-9. Дважды в этом сезоне Ениси СТМ побеждал Красный Яр в регулярном чемпионате со счетом 26 и 26-11. Но сейчас 9-9. Полное равенство. Штрафной был назначен. Разыграли его ударом в аут игроки Енисея. И вот все чаще и чаще к услугам полотенца прибегает. Компионат Снабеладзе. С которым приходится вводить мяч в коридор. И проигрывает сейчас. Нет. Казалось, проиграл Ениси СТМ свой коридор. Но не смог Иван Прищепенко этот мяч поймать. Тем не менее, Яровцы выиграли. Забрали мяч. Но было преимущество у Енисея СТМ. О чем сигнализировал арбитр. И как только мяч перешел игрокам Красного Яра, правило преимущества сработало. Возвращает на точку, где было совершено нарушение правил мяч. Французский арбитр. Назначает схватку и отдает дыню Енисею. Вот перешли на половину поля Красного Яра рыбисты Енисея СТМ. Сейчас игра проходит под их, скажем так, давлением. Вот здесь попытка убежать в исполнении Рослава Речневого. Остановили его проход. Тем не менее, мяч контролирует он всей. И что здесь? Арбитр показывает, что неправильно было сыграно игроками Енисея на земле. И отдает мяч оппоненту. 9-9 за 20 минут до конца основного времени. 20 с небольшим минут до конца основного времени. 9-9 счет. Выигрывает схватку Красный Яр. Пытается Эдитр Грессев убежать по флангу. Что здесь? Потеряли контроль над мячом Яровцы. Судья останавливает игру. И назначает штрафной в сторону Красного Яра. Усмотрел он нарушения в действиях игроков в бело-зеленом. Сейчас Новоселов и Цнобеладзе пожали друг другу руки. Вот этот момент. Когда они вспылили немного в игровой ситуации. Затем пожали друг другу руки. Инцидент был исчерпан. Но это финал. Это финал. Здесь страсти накаляются. Но присущие красноярским регби стычки пока вот не наблюдалось таких серьезных стычек. Ищербанья дает Семпликевичу. И теряет мяч Денисея СТМ. Нарушает правила Денис Семпликевич. Схватку назначает арбитр. Упал на газон Дениса Семпликевича и выронил мяч вперед. Соответственно допустил нарушение правил. Статистика выигранных схваток. 11-6. Краснояр превосходит. Вот он в компоненте. Вот очередной. Вот МЧА закончился. Скажем так победой Красного Яра. А этот Джон Дот ногой далеко вперед на половину поля Енисея СТМ. Там Курашов мяч ловит. Вешает свечку. Сам же бежит за нее бороться. И уходит мяч в аут. Уходит мяч в аут. Нет, 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 нет. Это не попытка. Бачайник Истемпликевич отбрасывает сейчас мяч. После свечи Игоря Курашова мяч опустился в аут. И напротив место удара бежит в ту точку боковой судья. И там будет разыгран коридор. Определили игроки в бело-зеленом какую комбинацию будут разыгрывать. Бежит, бежит, бежит. Кавалькада игроков назад. Выигрывает Енисей мяч. Красный Яр мяч. Два новозеландца. Разыграли тут между собой. Бросали Гресева в прорыв. Не получилось. Но мяч контролирует Красный Яр. Гресиев. Еще метра 3-4 отыграл, наверное, расстояние. Дот изящно так ногой направо. Но не так, как хотел он. Был сблокирован этот мяч. Поэтому перешел к сопернику. Отдавал направо ногой. Пасовал направо набегавшим фланговым игрокам. Ну а здесь он назначает штрафной. Да, назначает штрафной. Неправильно на земле играл Глен Хортон. Он уже был на земле, должен был освободиться от мяча. А он пытался еще и передвигаться с ним в руках. О чем судья и сигнализировал, что Бамбри будет выбивать мяч в аут. Вот, посмотрите. Он должен был уже освободиться от мяча. А он на коленях с мячом в руках еще пытался в какое-то расстояние преодолеть. Это в брейкбе делать нельзя. 9-9. Выбил мяч в аут со штрафного Райан Бамбри. Создал благоприятную ситуацию для атаки, разящей своим партнером. А коридор в метрах в 7 от зачетки. Денис Виклетевич на наших тренах тяжеловато дышит. Нет, здесь не 7 метров, чуть побольше. Но, тем не менее, достаточно опасно. Показалось, что был заброс. И не мне одному показалось, что был заброс. Да, Валерий Снабеладзе явно в сторону своей команды мяч запустил. О чем арбитр и сигнализировал. Назначается схватка, и мяч будут вводить яровские игроки. Вот Валерий Снабеладзе на переднем плане. Нарушил правила он сейчас. Строго по линии должен он вводить мяч. Он немного в сторону своей команды его бросил. Выбирает схватку Яр. Гресеев. Ох, Гресева как тут по скользкому газону. Наоборот, в обратном направлении продвинули соперники. Дот разряжает обстановку. Бьет вперед и не удержал сейчас мяч. Денис Семпликевич. От его рук он уходит в аут, а соответственно, коридор Яровский. Еще совещание какую... Совещается о том, какую комбинацию разыграть при вводе в коридор. Игроки Красного Яра при этом задерживаются. Арбитр сигнализирует, что надо было уже выстраиваться. Выигрывает Яр коридор. По флангу и там ваут, ваут, ваут. Попытка судья осмотрит от кого. Нет, не уходит мяч в аут. Не уходит мяч в аут. Морланд бьет ногой вперед. Там Щерба не удержал мяч. Курашов его подхватывает, но попадает сразу под два захвата. В своей 22-литровой зоне. Контролирует мяч Янисей, но уже здесь Яровцы выстроили. Старелись. Щербань вперед бьет и набегает, набегает кто-то из игроков Янисея СТМ. Перехватывают чемпионы России мяч. И свою быструю атаку пытаются развить. Быстрыми передачами направо перевели на Виталия Орлова. Орлов, несмотря на свои габариты, достаточно бегучий игрок. Тут уже побежали более мощные игроки, схватки. Саулитая. Завелись трибуны. А что здесь? А здесь игра вперед. Да, выронил мяч 39-й номер Виталия Орлов. Выронил мяч перед собой. И зафиксирована игра вперед. Ивану прищепника подбежали кондактора. Что-то получил повреждение пальца, по-моему, на руке, на левой Иван. Ну, и многие, много обслуживающего персонала появилось на поле. Кому-то под водички вынесли, кому-то оказать необходимую помощь. И сразу три замены в составе Енисея СТМ. Иннокентий Зыков, Евгений Проненко и... И 32-й номер Никита Ильенко выходят на поле. Покидают Алексей Щербань. Вместо него вышел Ильенко. Покидает поле Виктор Архип. И покидает поле Валерий Снабеладзе. Тройная, тройную замену производит Александр Первухин. Два более свежих игрока схватки вышли на поле. И поменял полузащитника схватки наставник Енисея СТМ. И вот перестановка произошла. Юрий Баранов, который начинал матч на позиции трехчетвертного, теперь он полузащитник схватки, а Ениенко занял его место в линии трехчетвертных. Баранов очень долгое время играл на позиции девятого номера в НССТМ. Что здесь? Вот так прессинговали сейчас игрока, который ловил верховой мяч. Игроки Красного Яра. Игру вперед показывает Арбитр. Да, заставили выронить мяч соперника игроки Красного Яра. И в их пользу назначена схватка. Тобиас Морланд будет вводить мяч. Агрессив поднимает мяч. В центр смещается, так руку выставляет, противоборствуя захвату. Морланд еще левее. В ростяной подхватывал мяч. И нарушали на нем правила. Захват за шею показывает Арбитр. Был в исполнении одного из игроков НССТМ. И выбирает удар поворотом. Красный Яр. Практически с центра поля. Чуть-чуть ближе к центральной линии. Очередная попытка для Джона Донда. Три штрафных он пробивал. Дважды реализовал назначаемые эти удары. И один раз. Немножечко мяч не долетел до ворот. Чуть-чуть. Припорошила немного от Новозеланца снегом. Не прекращается снег. Бьет Дот. Летит мяч в створ. И попадает, выводя свою команду вперед. Новозеландец из Красного Яра. 12-9. 12-9. Красный Яр выходит вперед. Все 12 очков набрал вот этот человек. Джон Дот. Неплохая у него сегодня игра. Получается. Благодарит он небеса, скорее всего. За то, что сегодня играет он достаточно удачно. Ну что ж, пока во втором тайме у его визави Райана Бамбри возможностей-то особо и не было отличиться. Если назначаются штрафные, то достаточно дальние. Ну и Красный Яр проигрывая, выступая после первого тайма со счетом 9-6. Выходит вперед, а идет последняя 10-минутка. 72-я минута. Красный Яр выходит в мяч в игру. Проигрывают Яровцы. Зацепился и несет СТМ за мяч. Орлов протащил его достаточно далеко. Архип. Баранов посылает Зыкова. Зыков свои габариты. Включает, скажем так. Растолкал он нескольких соперников. Продрался. Практически до самой зачетки. И нарушил правила. Вот повтор точного штрафного в исполнении Джона Дотта. В притирку со штангой посылает он мяч. В створ. 12-9. Напомню, ответный матч ровно через неделю. Игорь Николаев на ваших экранах. Главный тренер Красного Яра. И схватка. Да, нарушил правила Иннокентий Зыков в своем проходе. Холл в нападении. Если говорить по баскетбольному. И Тоби Асморван будет ходить мяч. Но опасно. Опасно. Но зачетки метров 7. Что здесь? И что здесь? А здесь штрафной назначает судья. Да. Очень отличный шанс сейчас у Енисея СТМ. И поворотом. Поворотом показывает. Будет наноситься удар. Не стали разыгрывать мяч. И попытаться совершить занос. Игроки Енисея. Лучше. Вот. Синица в руках. И готовится пробить штрафной Райан Бамбри. За 6 минут до конца основного времени. Есть у него отличный шанс сравнять счет. Не должен. Да. Не должно возникнуть проблем никаких. Их не возникает. Уверенно. И четко реализует Райан Бамбри. Это штрафной 12-12. Чемпион вновь сравнивает счет. Абсолютное равенство. И на поле. И на табло. Это финал. Это финал. Скажем так. И деление на гостевой и домашний матч достаточно условное. Ну что ж. Нас ждет увлекательная концовка. Закончится ли матч в ничью. Или кто-то из команд обеспечит себе небольшое преимущество перед ответной игрой. Посмотрим. Все решится в последние пять минут. Владелец мячом СТМ. Баранов повесил такую свечу и поборолся. Там за мяч его партнер выиграл. Его для своей команды. Зыков протиснулся через двоих игроков Красного Яра. Бамбри по земле стелющийся мяч вперед ногой посылает. И вот здесь относительно неудачно. Удачно выносит Гленн Хорта. Его за боковую линию. Разрежая обстановку. Отводя угрозу от своей... от зачетки своей команды. Коридор. Ну, его еще нужно выиграть. Масею, чтобы попытаться вновь... что-то создать. Александр Первухин. На ваших экранах. Коридор и выигрывает Красный Яр Коридор. И вот сейчас молом-молом пытаются продавить оборонительные порядки соперника Яровцы. Ногой удар вперед. И там неуверенно действуют Юрий Баранов и Игорь Курашов. Завязывается здесь борьба. У кого мяч? Мяч у Енисея СТМ. Баранов поднимает его с земли. Бьет ногой вперед. Там... Том Флеминг овладевает им. В центр смещается. Прошел метров 15, наверное. Здесь Морланд бьет ногой вперед. На левый фланг Гвоздовский ведет борьбу. Захватывает соперника мяч у Енисея. Вот, посмотрите, какой любопытный момент. Контролирует мяч Енисея СТМ. Еще один, еще один. Еще два, два. И что сейчас сделает Юрий Баранов? Выбивает он мяч ногой вперед. Куда он летит? Он летит в руки Гвоздовскому. Гвоздовский вешает свечку и сбивает его здесь. Не дает Андрей Тимнов убежать. Но, может быть, и сам Гвоздовский поткнулся в игрока. Вновь Баранов вешает свечку туда вперед. Морланд забирает мяч. Попадает под захват Темнова. Речнева, прошу прощения, Гвоздовский, тоже на голове вперед. По такой погоде, по такому полю. Но что здесь Курошов? Все-таки забирает, заболевает мячом. И вновь попытка перекинуть игроков Красного Яра вновь чуть было не привела к печальным последствиям. Но здесь подстраховал его партнер. В первом тайме такой эпизод привел к очень опасному моменту у зачетного поля НССТМ. Когда Курошов пытался перебросить Игоря Голиновского. Голиновский мяч перехватил. До зачетки лаборации не смог. Но опасность хорошую создал. И вот сейчас все закончилось для НССТМ вновь. Нормально. Может быть, игра переместилась на половину поля Красного Яра. Дот ногой туда далеко мяч вперед посылает Курошов. Вновь финтами теперь он на этот раз хотел пройти. И неправильный захват показывает судья. Но там более мощный соперник, более высокий. Захват за шею произвел. И что придумает сейчас игрока НССР? Как распорядятся? Последняя минута основного времени идет. Ваут выбивает мяч Бамбри. Будет разыгрывать коридор НССТМ. И готовятся замены. 27 номер Рамиль Гассин. Он, скорее всего, заменит Райана Бамбри. Это второй бьющий НССТМ. Бамбри сделал свое дело. 12 очков набрал. Равенство в счете. Впереди еще ответный матч. Нужно сохранить силы. Далеко вперед. За оставшееся время уже наверняка Красный Яр не убежит. Поэтому следуют замены. Уходит Игорь Курашов. Выигрывает НССТМ коридор. И свисток. Свисток французского арбитра Стефана Памаре. Нарушили правила игроки Красного Яра. Схватку он назначает. Да, припорошило снегом поле, конечно. Рамиль Гассин вместо Игоря Курашова вышел. Вместо защитника фуллбека. Заканчивается первая добавленная минута. 12-12. И НССТМ в атаке. Баранов не смог проскочить через двоих соперников. Мечом владел НССТМ. И нарушили правила в игре на земле игроки действующих чемпионов России. Штрафной. И травму получает Джон Дот. Получает травму Джон Дот. Посмотрим этот эпизод еще раз. Ох, неудачно Дот упал. И за колено держится. Да, неудачное падение новозеландца. Может дорого обойтись сейчас Красному Яру. Все рассматривается уже теперь через призму ответного матча, который пройдет через неделю. Да, вот. Видим мы, что доктора там что-то осматривают колено Джона Дота. Если потеряет Красный Яр своего бьющего, очень тяжело будет в ответ на матчи. Готовится войти вместо Джона Дота в игру Антон Рябов. Да уж. Сегодняшний матч, напомню, еще пропускает Андрей Гарбузов. Один из ключевых игроков Красного Яра. Также из-за повреждения хромает и не может наступать на правую ногу Джон Дот. Очень весомая потеря для Красного Яра, если он не сможет через неделю выйти на бой. Гарбузов может восстановиться к ответному матчу. Вот сегодня его, в принципе, не хватало. В мощи Красный Яр ничем не превзошел и не ССТМ в атакующей мощи, а может быть, даже и уступил. Тренерский штаб надеялся, что он восстановится в первой игре, но этого не случилось. Он даже не заявлен на игру Андрей Гарбузов. Ну и вот Джон Дот получает травму. Многострадальное колено новозеландца не выдержало. Что здесь? Выигрывает коридор Яровский. Нет, не выигрывает Антон Рудой. Яр владеет мячом. Четвертая минута добавленная уже идет. Ну были остановки во втором тайме. Лежит Александр Гвоздовский накрывать Никита Ильенко. Удается Ильенко выбить мяч, но он не выходит из игры, поэтому у Красного Яра еще есть шанс на атаку Гресиев. Далеко не удалось ему пройти. Направо переводится мяч. Достаточно рискованно все было сделано. И здесь уже преимущество имеет НСС-ТМ. После захвата выронил перед собой мяч игрок Красного Яра. Останавливает орбитер игру. И звучит финальный свисток. 12-12. Так закончился первый матч. Ответный через неделю. Через неделю. 27 октября. И вы сможете также его увидеть в прямом эфире. За это мы благодарим правительство Красноярского края и Министерство спорта и туризма Красноярского края за две организованные трансляции финальных матчей чемпионата России среди команд Суперлиги. 12-12. Абсолютное равенство на поле. Абсолютное равенство на табло в первом матче финала. Все решится через неделю. Все решится через неделю на поле Енисея-СТМ. Ничего в этом матче еще не ясно. Благодарят болельщиков игроки и одной и другой команд. Ну достаточно комфортно конечно болельщикам Енисея-СТМ и болельщикам Красного Яра. Не нужно ехать переживать за своих любимцев в другой город. Вот два финальных матча в пределах одного города. Они увидят. Вот первую уже посмотрели. Жесткая борьба в тяжелых погодных условиях. Завершилась со счетом 12-12. Я думаю особо недовольны ни одна, ни другая стороны таким результатом. Вот Райан Бамбри на ваших экранах. 12 очков в его активе в сегодняшнем матче. Все набранные Енисея-СТМ. И 12 очков набрал его визави Джон Дотт в самой концовке. Уже в добавленное время получивший травму, которая может стать очень серьезной. И поставить крест на его участие во втором финальном матче. Мы, конечно же, будем желать, чтобы все обошлось. Дуэль этих двух бьющих в нашем чемпионате достаточно интересно всегда проходит. Ну и вот смотрим наиболее любопытные моменты сегодняшнего матча. Я вкратце напомню, как развивались события. Счет открыл Красный Яр уже на первой минуте. Дотт забил троп-гол. Затем Енисей получил право на два штрафных с интервалом в 10 минут. Оба Райан Бамбри четко реализовал. И уже правобережные регисты оказались в роли выигрывающей стороны со счетом 6-3 они вели. Затем штрафной реализовал Джон Дотт. 6-6. Сравнялся результат. И все-таки на последней минуте Енисеевцы смогли вырвать преимущество, вырвать лидерство. На перерыв команду также со штрафного Бамбри забил, принес три очка своей команде. Со счетом 9-6 так закончился первый тайм в пользу Енисеевцы. Во втором тайме так развивалось, так в динамике счет менялся. Во втором тайме уже Красный Яр вышел вперед после двух штрафных забитых Джоном Доттом. 12-9. И на последних минутах Райан Бамбри забил еще один штрафной. Предпочтя синицу, скажем так, в руке. Там до зачетки было метров 7. Можно было попытаться совершить занос, но предпочли сравнять счет, а не выйти вперед игроки Енисея. Забил Райан Бамбри этот штрафной. 12-12. С таким счетом закончился первый тайм. Но были моменты и у той, и у другой команд для того, чтобы занести попытки. Не увидели мы сегодня их. Надеюсь, увидим в следующем матче. Была возможность в первом тайме у Игоря Галиновского, который воспользовался ошибкой Игоря Курашова. Тот попытался перебросить мяч через соперника, но перехват удался Галиновскому. Немножко не хватило ему скорости для того, чтобы быстрее соперников добежать до зачетки. Ну а во втором тайме уже у Енисея СТМ была прекрасная возможность занести попытку. Все закончилось штрафным. Мог Енисей разыграть этот штрафной по-другому. Но предпочли они под самый занавес не рисковать. Райан Бамбри забил и сравнял счет. 12-12. Отрезками преимущество было на стороне Красного Яра. Отрезками на стороне Енисея СТМ. Вот таких стычек, которые вы сейчас видите, случившиеся между Валерием Снобеладзом и Сергеем Новосиловым, было очень немного. Эта попытка не засчитана была Дениса Сентликевича. Раньше были нарушены правила его партнерами. Не очень зрелищным получился сегодня матч в плане вот этих результативных действий. Но напряженный, державший на протяжении всех 80 минут игры в напряжении болельщиков матч. Отличная, отличная первая серия. И все решится через неделю, 27 октября. Мы же прощаемся потихоньку с вами. Встретимся через неделю на ответном матче финала чемпионата России среди команд Суперлиги между Енисеем СТМ, действующим чемпионом страны, и Красным Яром, вице-чемпионом России. Всего вам доброго. Ждем вас на наших трансляциях. Смотрите регги. До свидания. Продолжение следует...